Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем кровельные работы. Хочу показать вам обзор мансардной крыши, на которой мы делаем утепление и на которой мы монтируем металлочерепицу. Модульную металлочерепицу Grand Line с покрытием велюр. Сейчас я конкретно нахожусь на мансардном этаже. Здесь мы делаем утепление. Делаем утепление изнутри, не снаружи. Несмотря на то, что мы делаем кровельные работы, все равно я рекомендую делать утепление изнутри. Тут уже смонтирована пароизоляционная пленка. По нашим стандартам это пароизоляция Delta Reflex. Все стыки у нас обязательно проклеиваются. Дальше идет уплотнительная лента. Для того, чтобы те саморезы, которые мы прокручиваем, доски вот эти, чтобы они уплотнялись. Также в местах, где у нас скобы монтируются, тоже их обжимает вот эта лента. И у нас конструкция получается такой максимально герметичной. Тут у нас ребята уже приклеили ее к низу. Видите, делаем петельку от усадки. И вот видно белый клей. Это Delta Tix VDR. С этой стороны, вот если посмотреть, здесь у нас есть такие вот места, куда мы добавляем клей Delta Tix. Для того, чтобы вот это место тоже было герметичным. Короче, такая вот максимально герметичная конструкция. Сухая истроганная доска примерно с шагом 300 мм. Клей у нас Delta Tix находится вот здесь. А вот такая вот прозрачная лента двухсторонняя. Очень качественно приклеивает пароизоляцию к разным поверхностям, особенно к дереву. Этот утеплитель у нас называется Delta Terra. Ой, Delta Terra. Урса Terra. Толщиной 200 мм. Этот утеплитель называется плита в рулоне. Потому что, грубо говоря, когда мы его раскатываем, у нас получается большая плита. Три метра длиной, метр двадцать шириной, двадцать сантиметров толщиной. В разрезанном, в развернутой упаковке, да, если мы упаковку развертываем, то он выглядит вот таким образом. Только эта плита подлиннее. Вот ширина у него вот такая вот получается. Сразу они, грубо говоря, двадцать сантиметров вставляют в каркас. Нарезают нужного размера плиту. Допустим, если у нас расстояние от стропил, там, не знаю, шестьдесят сантиметров, они отрезают шестьдесят один. И получается плита шестьдесят один на метр двадцать. Сразу толщиной двадцать сантиметров они его вставляют. Он идеально стоит в каркасе. Никаких ниток, ничего не нужно. Вот так это смотрится. Пленка у нас Delta Max. Сейчас наружу тоже вам ее покажу. С моей точки зрения, одна из самых крутых пленок в мире. Очень прочная. Высокая стабильность к ультрафиолету. Ну, то есть, сейчас вот у нас пленка накрыта, светит солнышко в Москве, такая жаркая погода. И мы точно не можем переживать по поводу того, что если она там неделю, допустим, даже подстоит под солнцем, что она будет разрушаться. То есть, пленка очень идеальная для этих задач. Если посмотреть вот изнутри, у нас уже металлотерпица там закрыта, уже снаружи я вам не смогу показать. Но вот если изнутри смотреть, да, то видно вот такие вот бруски направляющие для того, чтобы правильно формировать индоу с точки зрения гидроизоляции. Вот изнутри это можно проконтролировать вот таким вот образом. Дальше здесь еще будет перехлёст, потом брусок 50 на 50 нашиваться, еще дополнительно 5 сантиметров. Здесь вот у нас рулоны остались, и еще должна быть... А, вот еще из упаковки. Это уже урсотера просто. Вот так вот она выглядит в развернутом состоянии. И, соответственно, потом она пойдет поперек. В этой комнате тоже уже все сделано. Видно, что там тут вот идет белый клей. Вот его видно. То есть, это место тоже уже сделано герметично. Пар в конструкцию кровли уже попадать практически не будет. Вот так пленка, вот эта Дельта Макс, про которую я рассказывал, выглядит со стороны улицы. Тут у нас стружки от досок идут, но ребята их будут сдувать специальным пылесосом, чтобы пленка была точно вся, как бы, очищена от мусора, от такого. В качестве обрешетки мы используем обычную доску шириной 150 миллиметров. Вот у нас. Прибиваем ее на гвозди пневмопистолетом. Гидроизоляционная пленка поднимается сверху, то есть правильно все сделано. Здесь у нас под контррейкой, если посмотреть, вот видно сильная, синяя уплотнительная лента. Вот она нужна для того, чтобы создать вот это место герметичным. Когда мы прикручиваем, вот у нас контррейка прикручивается на конструкционные саморезы, соответственно, вот в этом месте пленка дырявится, и синяя уплотнительная лента нужна для того, чтобы это место обжимать. Если вдруг какая-то будет протечка или осадки, чтобы вода вот в это место не попала, и влага не попадала уже конкретно в кровлю. Металлочерепица у нас модульная, грандлайн с покрытием велюр. Очень прикольная металлочерепица. Если получится, сейчас вот отсюда закарабкаться. Если посмотреть, вот так вот металлочерепица выглядит в смонтированном состоянии. Такая вот красивая модульная металлочерепица. Если посмотреть, если посмотреть с торца, то мы увидим, шаг об решетке у нас должен идти 35 сантиметров, потому что вот расстояние от этого места до этого как раз 35 сантиметров, что мы наблюдаем. Гидрорезоляционная пленка, если вы видите, она чуть-чуть загибается как бы наверх, на брусок, для того, чтобы вот это место у нас здесь, вот где вот это у нас контррейка, тоже было достаточно герметично. Вот так это выглядит. Полукруглые коньки у нас идут здесь красивые, с такими ребрами жесткостями. А это ветровая планка, которая пойдет как раз для того, чтобы закрыть потом вот это вот место с торцевой части. На первом этаже у нас лежат вентиляционные трубы вилпы. Все трубы у нас изолированные, гофра идет на канализационную трубу. Вот если посмотреть на эту трубу, то она у нас идет с проводом. Вот такой вот провод у нас. Она у нас с моторчиком. Вот эта труба для того, чтобы у нас вентиляция была не естественная, а принудительная. Регулироваться она будет, мощность моторчика, вот таким вот диммером. Вот. Крутится влево-вправо. Теперь на этом доме будет правильная вентиляция, то есть человек сможет ее контролировать. Это у нас вентиляционная труба кухонной вытяжки. Вот. Все вот здесь посмотрите на вилпы. Всегда устанавливают сверху такие вот уровни, для того, чтобы на крыше монтажник мог спокойно посмотреть, как она правильно стоит или нет. Это канализационная труба. Тоже утепленная. Трубы у нас канализационные. Идут 110-е. А эта 160-я труба, она пойдет на котельную. Вот. Там обычно сечение говорят 160-ю. Но тут будет газгольдер. Тут особо газовщики свои права качать не будут. Поэтому человек сам захотел сделать по-нормальному. Вот. Будет ставить 160-ю трубу. Здесь у нас проходные элементы. Вот такие вот. С гидрозатвором К2. Тут у нас коробки всякие герметики там. Вот. И специальный проходной элемент для металлочерепицы. Вот такая вот форма. Квинт и Уно у нас она называется. Вот так вот они в коробке выглядят. Здесь вот у нас лист металлочерепицы обрезанный. Вот. Лист модульной металлочерепицы состоит из двух как бы волн. То есть в общей сложности у него длина примерно 0,7. 70 сантиметров. Ширина метр там с копейками. Вот. Сейчас мы вам покажем, как правильно резать металлочерепицу. Берем болгарку, обычный диск на 125 и начинаем резать. Вот так вот мы резаем металлочерепицу. Вот так вот она выглядит. Ну на самом деле это была шутка. Не думайте, что мы такие рждолбаи. На самом деле правильно резать. На самом деле, конечно же, нужно резать металлочерепицу специальным инструментом. Вот такой вот рез получается. Если мы режем болгаркой, то рез получается вот такой вот. Вот эта часть потом будет ржаветь. Поэтому, конечно, для резки нужно использовать профессиональный инструмент. В данном случае это электровочисленные ножницы Макита. Значит, как я уже говорил, лист у нас модульной металлочерепицы состоит из двух волн. Закарабкался на другой участок. Здесь у нас тоже, видите, шаговая обрешетка, 150-я доска, Delta Max пленка. Все проклеивается, устанавливается синий уплотнитель. Пленка заводится на стену, проклеивается клеем. Здесь, здесь, вот по периметру. Для того, чтобы создать дополнительную гидроизоляцию. Как я вам уже говорил, Delta Max очень качественная пленка. Мы можем оставлять ее под солнышком. С этой пленкой точно не пройдет никаких косяков. То есть, ультрафиолет ее не разрушит. Эту пленку можно оставлять как временную кровлю в течение трех месяцев. Вот, что у нас проклеивается. Пленка здесь, вот с торца, заводится. Контрейка, брусок 50 на 50. Если посмотреть с этой части, у нас идет алюминиевая вентиляционная сетка. Есть капельник конденсата. Водосточная система Doki Lux, которая крепится на таком двойном кронштейне. В первой части заводится на кровлю, на обрешетку. И к ней уже прикручиваются на короткие крюки. Так, чтобы мы могли потом эту высоту регулировать, как нам удобно. Смонтированную металлочерепицу. Вот у нас идет лист, две волны. Вот так вот это смотрится. Тут снегодержатели. И вот так вот у нас смотрится кровля в смонтированном состоянии. Там вот правда еще конек они, ребята, чуть-чуть не доделали. Вот видно там наверху элемент конька. Вот так вот у нас, короче, смотрится смонтированная металлочерепица. Здесь вот ветровые планки. Вот. Тут еще надо будет какие-то работы доделать. А так, в принципе, вот так вот это смотрится. Вот так вот небольшой обзор у нас получился. Если есть какие-то вопросы, пишите. Все, а так, всем здоровья, всем удачи, пока.